Всем привет! Как и говорила, мы пришли на неделе, в будние дни, уже вечер, сейчас у нас шестой час, после работы, к сожалению, да, но куда деваться? Нужно делать, нужно приводить все в порядок. Проверка у нас будет на выходных 8 или 9 мая, я точно не помню, когда там суббота, и нужно к этому все привести в порядок. Самое главное, что от нас требуется, это постричь газон, и все остальное мы уже будем делать на свое усмотрение, то, что мы, в принципе, делать и хотели. Сегодня тепло, это тоже хорошо, мы ездили в магазин, мы купили землю, купили рассаду, купили, в принципе, все, что хотели купить, я сейчас вам все это покажу, а по ценам ставлю тогда уже в конце, потому что сейчас на даче снимать времени особо нет, и чек, и цены я покажу вам тогда из дома. Смотрите, давайте по покупкам. В первую очередь мы купили ромашки, так, вот это не смотрите, это у нас Маркус уже помогал нести. Как и в прошлом году, мы взяли те же самые от магазина Эдека, они продаются в НП, в Эдеке, в Маркт Кауф, 4,99 стоит горшок, так же, как и в прошлом году, они однолетки, но цвели они у меня все лето и осень, и у меня очень часто спрашивали под видео, где я купила ромашки. Поэтому говорю, вот взяли мы опять, Эдека, Маркт Кауф, покупайте, рекомендую. Это раз. Дальше, в магазине Оби мы взяли помидоры, огурцы и еще помидоры, да, то есть получается два горшочка огурцов по две веточки и помидоры, три штучки. Сосед наверняка помидоры нам еще даст, поэтому брать не будем. Сейчас, конечно, мы не будем их высаживать, сюда принесли просто потому, что машину разгрузить. Дальше, вот это у нас газон сажать. Взяли килограмм на, по-моему, 30 квадратных метров, муж сказал, то есть этого даже нам будет много, но это и хорошо. И еще купили лучок. Я очень его хотела, и почему-то в прошлом году мы так его и не выловили, а сейчас зашли, он в магазине 1 евро стоит такой мешочек. Дальше, здесь у нас второй пакет. Купили такую ленту от муравьев, как я и хотела, как мне и советовали в комментариях. Обязательно привяжем. Единственное, я не знаю, вот эта вот веревка, она идет в комплекте или нет. Если нет, то бечевку мы возьмем еще из дома принесем. Три метра нам хватит на все деревья. Надеюсь, поможет. Дальше, что у нас тут, это из дома. Я говорила вам, да, что я высаживаю. Я сажала тыкву, она уже вот такая довольно большая. И сейчас мы ее будем сажать. Но сажать будем ее в ведро, потому что на огород, ну медведки, да, помните всю эту бесконечную историю. В общем, хочу посадить в такое ведро. Надеюсь, тыкви будет немало. Там отверстия сделаны, не переживайте, мы в этом в курсе. Здесь у нас яичная шкарлупа тоже от медведок, мы ее давно собрали. И семена, которые я хотела вам показать, которые были в домике еще до нас. Я их сначала нашла, потом про них забыла. В этом году опять они мне попались. И мы попробуем их посадить. Они уже старые, естественно, все сроки годности у них вышли. Но почему нет, правильно? Все равно их, грубо говоря, выкидывать. Поэтому здесь есть, значит, подсолнечник. Мы посадим это все. Вырастет хорошо? Нет, ну мы пытались. Потом такие цветы. Просто они, знаете, для насекомых, для пчелок хорошо. И морковку. Я не уверена, что мы морковь посадим сегодня, потому что времени уже много. Если мы будем заниматься огородом, то мы ее высадим. Если нет, оставим на следующий поход, приход сюда. Такая она, смотрите, в ленте. Трех разных видов. Не знаю, да, мы не покупали, это все тут было. Посмотрим, что из этого может получиться. Муж начинает уже возить землю на тележке. Смотрите, у нас получается по 40 литров мешки или 12 мешков. Этого нам, по идее, должно хватить на наш прекрасный пул. Эта земля самая дешевая, которую только можно найти. 5 центов за литр ее цена. Поэтому она отвратительного качества. Мы, по-моему, в прошлом году тоже покупали такую. В общем, она очень не очень. Смотрите, чудо мое цветы поливает. Ой, какая прелесть. Ну и сюда, как бы понятно, нам качественная земля не нужна. Нам главное, чтобы это засыпать. И сюда же мы сразу засеем. Так, что еще я вам не показала? Вроде бы все, да. Я хотела еще в это ведро тыкву, в которую я сажаю, тоже насыпать той земли, которую мы купим. Но поскольку мы купили совсем не очень, я не уверена, что будем засыпать ее. Может быть, с огорода есть смысл взять. Так, по малине. Ну, мы только пришли, понятно. Я еще ничего не делала. Ветки обрежем старые. И будет у нас, я надеюсь, тут тоже красиво, хорошо. Хорошо, да. Трава, смотрите, как выросла, да. Вот получается, всего несколько дней прошло. Ну, траву 100% муж будет стричь сейчас, сегодня. А вот насчет огорода, не знаю, не уверена. Потому что это, опять же, не обязательно сейчас этим заниматься. Тараторила, да. Еще муж взял лобзик с собой. Я не скажу вам зачем, но обязательно покажу. Опять же, если будем заниматься этим сейчас. Потому что время идет. Пока еще, опять же, и землю он еще не принес. В общем, буду я тоже помогать, работать, заниматься Маркусом. Пока он там у меня совсем не промок в воде. И потом, естественно, все. Дальше вам в процессе нашей работы. Немножко пересвет, да, тоже. Солнышко. Буду все показывать. Кажется, нам наших 12 мешков сюда вообще ни разу даже не хватит. Да, вообще тонкий-тонкий слой будет. Ну и получается, что 12 мешков, ну ладно, 11 тот не считаем. На тонкий-тонкий слой. Этого, естественно, не хватает. Поэтому траву мы не будем сейчас сеять. Мы поедем потом еще. Купим еще 12 мешков. И засыпем еще слой. И по идее, этого уже должно будет хватить. И тогда уже и травой засеем. После того, как муж сделал слив сюда с крыши, потому что без него очень сильно все текло, у нас эта дверь до конца не открывается. Поэтому муж взял лобзик и хочет ее вот так укоротить, чтобы она смогла хорошо открываться. Вот, смотрите, теперь у нас получилась такая щель сверху, но это не страшно. Зато у нас теперь дверь полностью открывается, и туда можно будет полноценно зайти, прибраться и сложить сюда то, что, в принципе, нам удобно здесь будет хранить. И земля оказалась лучше, чем я говорила вам в начале, потому что, ну, хорошее, да, неплохое такое качество в сравнении с тем, с той землей, которую мы покупали в прошлом году. Возможно, мы тогда не в обе ее брали, а где-то еще я уже, если честно, запуталась. Неплохая земля. Так, здесь я начала обматывать вишню, потом поняла, что это самая глупая идея, которая могла мне только в голову прийти, потому что даже если я обмотаю стволы наши, вишни одной, второй, то все равно по соседнему дереву муравьи смогут подняться и по смежным веткам перебраться сюда. Поэтому я бросила, эти три оставила. Здесь, смотрите, досыпала земли, высыпала семена, на самом деле их было там очень мало, поэтому, я не знаю, что-то вырастет, если... Ну, опять же, вырастет хорошо, нет, не страшно. Потом еще, здесь у нас Маркус тоже косил, не докосил, с огорода пересадила немножко анютиных глазок сюда, к тюльпанам. Обмотала смородину, она уже размоталась, надо сейчас поправить. И грушу я прям двойную сделала, чтобы вот грушу точно защитить, потому что в прошлом году на ней было три целых грушинки, и все три съели муравьи. Надеюсь, это поможет. Так, тут у меня муж пересаживает ромашки. Здесь я посадила тыкву, как и хотела, все. Посадили ведерко, надеюсь, ей хватит. И дальше она плестись будет все равно по земле. Немножко удобрения посыпала, полила. Сейчас мы наведем немножко порядок, все соберем и пойдем уже домой. Потому что время уже полседьмого и становится голодно. Плюс сейчас уже скоро быстро начнет довольно-таки темнеть. По итогу что? Мы успели, муж подстриг газон, я позанималась деревьями, цветами. Даже мы триммером не успели пройтись, потому что уже поздно, уже много времени. Не страшно, главная наша задача была газон. Мы это сделали. И плюс землю, конечно, в пол. Но я думаю, в ближайшие дни докупим, досыпем, засеем травой, и все, у нас будет такой классный участок. Вот я смотрю, мне безумно нравится. Без этого дикого винограда, без этой ямы, без этих камней. Три года, да, у нас ушло на все это. Ну, в принципе, это тоже неплохо, потому что мы делаем то, как нам удобно, как нам нравится. Какие возможности есть у нас, временные, финансовые. Мы делаем все постепенно, опираясь на все эти факторы. Так что здорово, теперь у нас наконец-то будет очень круто, и дети смогут тут гонять и бегать. В общем, очень здорово. Такое у нас внеплановое, внеурочное видео получилось. Спасибо вам за просмотр. Пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам всего хорошего. И пока-пока. Побежали мы домой, пока нас не съели комары. И, как обещала, давайте по чеку. Земля, да, 2,29 получается за мешок 40 литров. И вот эти минус 3,60 это скидка при покупке от 12 мешков. Собственно, именно поэтому мы и брали такую неровную цифру 12. Помидоры коктейльные. Рассада, да, по 99 центов. Штаб томатный тоже 99 центов. Это лук за 99, как я и говорила. Это лента от муравьев на деревья 7,99. 8,29 это газон, да, семена травы. Потом сердечный огонь томаты тоже 99. И огурцы 2 по 1,99. В общем, такая у нас вышла. А, и 1% по приложению. Скидка тоже 48 центов. На 40,762 мы закупились для нашей дачи. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok